Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Дагестан имеет большой потенциал для развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Как и бизнес в других сферах, аграрии сейчас трудятся в новых условиях. Необходимо обеспечить для них максимальную тернаторическую свободу и поддержку данной инициативы. До конца года никаких плановых проверок. О мерах поддержки устойчивости экономики Дагестана говорили на совещании правительства республики. Пожар с печальным исходом. В селе Анди Ботлевского района заживо сгорели три человека. Один с ожогами госпитализирован. Причины возгорания выясняются. Стенка на стенку. Во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске состоялась матчевая встреча молодежных команд Дагестана и Алании. До конца года никаких плановых проверок. Мера распространяется на все компании, а также на весь малый и средний бизнес республики. Об этом и других решениях поддержки устойчивости экономики Дагестана говорили на совещании правительства региона. Будет также оказана помощь и молодым предпринимателям. Российский Кабмин принял решение о выделении грантов бизнесменам в возрасте до 25 лет на развитие собственного дела. В таких случаях предусмотрено от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, на федеральном уровне принято решение о выделении более 2 миллиардов рублей на субсидии для перевозки по железной дороге, что существенно снизит транспортные расходы сельхозтоваропроизводителей. Дагестан имеет большой потенциал для развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Как и бизнес в других сферах, аграрии сейчас трудятся в новых условиях. Необходимо обеспечить для них максимальную предпринимательскую свободу и поддержку долевой инициативы. Тем более, что успех аграрии влияет на уровень нашей продовольственной безопасности. И одна из этих приоритетных задач на текущий момент. Тем временем, одним из самых эффективных способов поддержки аграриев являются ярмарки, которые проходят в разных районах и городах Дагестана. Одну из таких площадок организовала и администрация Буйнакского района при содействии Минсельхоза Дагестана. На ярмарке была представлена местная продукция, а также сельхозтоваропроизводители из Кизлярского и Гумбетовского районов. Мать и двое детей погибли во время пожара частного дома в селе Анди Ботлихского района. По данным МЧС республики, на момент возгорания в доме были четыре человека. На ликвидацию пожара у спасателей ушло порядка получаса. По предварительной информации, скончались мать и две девочки. Один человек с ожогами доставлен в больницу. Причины возгорания уточняются. В подразделениях Управления Росгвардии по республике прошли мероприятия, приуроченные к шестой годовщине образования войск Национальной гвардии. Собравшиеся почтили память павших в разные годы сотрудников. В завершении мероприятия отличившиеся сотрудники и военнослужащие были отмечены благодарностями и ценными подарками. Имя героя Фарида Бигздаева увековечено в его родном ауле. В селе Тагиркен-Казмоляр Маграмкенского района открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества, военнослужащему Махачкалинского соединения Росгвардии. В феврале 2014 года рядовой Фарид Бигздаев участвовал в специальной операции против незаконных вооруженных банформирований на территории республики. Он обнаружил место нахождения боевиков и открыл по ним огонь, прикрыв своих товарищей при занятии позицией. В результате многочисленных ранений Бигздаев скончался на месте. Хочу выразить вам слова благодарности за этого военнослужащего, который ценой своей жизни, прикрывая своих товарищей, спас и выполнил поставленную задачу. Хочу отметить, что пока в нашей стране будут такие граждане, будут такие военнослужащие, нашу страну никакой враг никогда не победит. Слава героям! Благотворительный фонд «Инсан», который провел несколько масштабных гуманитарных акций в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР, продолжает свою обычную работу в самом Дагестане. Так, представители фонда побывали в Казбековском районе. Они организовали акцию «Продукты в каждый бедный дом». Было раздано тысяча наборов продуктов питания первой необходимости малоимущим семьям. Акцию поддержали местные волонтеры, чиновники и общественники. По предложению нашего имама района Амиралий приняли участие и поддержать эту акцию тоже для наших жителей. Сегодня, как никогда, нашим жителям, людям нужно проявлять заботу и внимание. Вместе нужно это все делать. Я хочу поблагодарить руководство Благодарительного фонда «Инсан» не только в этом году, а в те предыдущие годы, когда была сложная ситуация, когда распространялась коронавирусная инфекция. Мы тоже немалую помощь оказали жителям нуждающимся нашего района и по всей республике, малоимущим по всей республике оказывать помощь. Естественно, мы все должны поддерживать такие акции и быть вместе. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», подготовленной моими коллегами, а затем продолжим. Не переключайтесь. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Буйнакском районе. 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил наезд на лошадь, которая выбежала на проезжую часть дороги. В результате водитель и двое его пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Один из них в последующем скончался. И еще одна авария. На этот раз погиб несовершеннолетний подросток. 36-летний житель Дербента, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на 14-летнего жителя Сулейманстальского района, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП он скончался на месте. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. В Табасаранском районе на 4-м километре автодороги Хучни-Халак произошел оползень. К счастью, обошлось без жертв. В момент сползания грунта на участке никто не проезжал. Движение по временной схеме организовано по старому участку пути. Примечательно, что в 2020 году дорога была реконструирована. Сейчас качество проведенных тогда ремонтных мероприятий будет проверять специальная комиссия. Наркополицейские проверили ночные заведения Махачкалы. В ходе рейда полицейские проверили несколько заведений в советском районе города. Оперативно-профилактические мероприятия прошли в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Они направлены на выявление и пресечение фактов потребления и распространения наркотических и психотропных веществ. Первый месяц весны уже подходит к концу. Именно сейчас дачникам важно заняться выращиванием рассады, чтобы летом собирать хороший урожай. О том, как дагестанцам правильно выбрать семена для посадки и на что обратить внимание в первую очередь, узнала моя коллега Асель Манапова. Качественный посадочный материал – залог успеха. Чтобы не ошибиться при его выборе, сотрудники Россельхознадзора советуют приобретать семена не через интернет, а в специальных торговых точках, где есть условия их хранения. Поскольку колебания температуры могут негативно сказаться на посевном материале. Каждая партия семян должна сопровождаться документами, содержащими информацию о сортовой принадлежности и происхождении, и посевных качествах. Особое внимание нужно уделять таре упаковки, которая должна содержать информацию о названии культуры, сорте, номере партии, наличии или отсутствии ГМО, дате упаковки семян. Если документы просрочены или отсутствуют вообще, то стоит воздержаться вообще от такой покупки. Отсутствие документов или неверная указанная информация на маркировке пакетированных семян является нарушением федерального закона о семеноводстве. От 17-12-1997 года под номером 149 ФЗ. Как правило, в документах указывается название культуры, сорт, номер партии, схожесть процента. Сейчас в семенных магазинах оживленно. Ислам Гермагомедов – дачник со стажем. Каждый год он пробует новые сорта, а то и виды, выращивая разные красивые цветы в своем саду. Я беру разных видов, 5-6 видов, все равно у меня что-то, вот 4 вырастет, из 5-й все равно 4 вырастет. Так что я вот так придерживаюсь, есть такого принципа. Но бывает, да, что ты что-то не приживаешь? Ну, само собой, конечно, бывает, они не прорастают тоже, приходится пересеивать тоже заново. Через неделю, если вдруг 2 не появляется, приходится заново сажать. Поэтому беру горчицу взял, смешаю, что поливаю, чтобы уже видно, что выросло, что нет. Контролировать качество посадочного материала теперь должны сами покупатели. Росреестр до конца года отменил плановые проверки Россельхознадзора, чтобы облегчить работу садоводам и фермерам в условиях санкции. Поэтому подходить к качеству приобретаемых семян надо тщательно, чтобы не принести карантинных вредителей и болезни в свои сады и огороды. Семена мы смотрим, срок годности, во-первых. Во-вторых, нас сертифицировано, чтобы они все как положено, семена, сход хороший был. Информация на упаковке и сопроводительных документах должна совпадать. Основной документ содержит в себе сведения о принадлежности к сорту и пассивные качества семян. Если эти показатели соответствуют тем, что на упаковке, то их можно покупать. Кроме того, необходимо для посадки использовать сорта, включенные в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Асельма Наполом, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Чемпионский кубок остается в Дагестане. Молодежная сборная республики по вольной борьбе выиграла товарищескую встречу у сверстников из Северной Осетии Алании. Матч в формате «Стенка на стенку» проходил в Каспийске. Каждый победитель схватки получил денежный приз – 100 тысяч рублей. Тему продолжит мой коллега Курман Рагимов. Выход на ковер под музыку, световое оформление и около двух тысяч болельщиков. Матчевая встреча молодежных команд Дагестана и Алании стала красивым завершением борцовского уикенда в Каспийске. Спортивный праздник призван заменить нашим вольникам отсутствие практики на международных турнирах. Мы находились на сборах перед первенцами Европы. И когда объявили состав и после этого отменили поездку в сборную России, ребята на самом деле очень расстроились. Муртазалю Амар Магомедович интересовался, в каком состоянии находятся ребята. И когда он понял, что они на самом деле уже чуть-чуть в подавленном настроении были, он предложил провести матчевую встречу между двумя командами прямо на сборах. Но так как я понимал, что нокаут будет такой большой, честно, я решил его вывести на широкую. Это пригласить в прессу и пригласить столько гостей. Я понимаю, что люди, зрители тоже проголодались по таким спортивным событиям. Противостояние ведущих борцовских школ страны вызвало повышенный интерес в спортивном сообществе. Формат стенка на стенку зрелище непонятен даже самым далеким от борьбы зрителям. В этом уверены специалисты. Я думаю, что вот это все развивает борьбу, привлекает детей в залы, у которых есть стимул выступать перед зрителями, бороться вот на таких соревнованиях. Дагестан-Осетия – это тоже как лейбл. Это вот бренд, своего рода бренд, который надо развивать. Я думаю, что это интересно и зрителям, и не только у нас в Дагестане, вот здесь в Дагестане, у нас в Осетии. Я думаю, что это интересно и в России, и даже в мире. Ярким событие получилось не только в организационном плане, но и по своему содержанию. На ковре чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр. Поначалу матч складывался в пользу хозяев, однако борцы из Алании сумели сравнять счет. Победу дагестанским вольникам принесли лидеры команды. Абазгаджи Магомедов набрал 11 безответных баллов в схватке с Александром Хадарцевым, а Курбан Шираев тушировал Магомета Карданова. Я, честно сказать, когда мы выходили на ковр, посмотрел на право, увидел полный трибун, был удивлен. Я не думал, что столько людей придут. Естественно, всегда лучше, когда есть зрители. Ну, заряжали. Заряжали. Заряжали, очень сильно заряжали, честно сказать. Именно с финским борцами я, честно сказать, очень часто встречаюсь, так как у них очень хорошие ребята, достойные соперники. И, ну, не было, чтобы я как-то серьезно это воспринимал, но просто месяц схватка, такая матчевая встреча, да, чтобы в полном серьезе готовился, там что-то, естественно, не было и того. Каждый из победителей получил денежный приз – 100 тысяч рублей. А чемпионский кубок ручной работы муцукульских мастеров дагестанская дружина подарила министру спорта. Сегодня это красочно, красиво завершили это первенство. И, естественно, его красная, матчевая встреча, которая доказывает то, что не очки, которые мы заработали, а то, что доказывает. Сегодня, посмотрите, все эти ребята вместе здесь находятся в единой форме. Эти ребята сюда приехали, выступали в ряды болельщиков, которые долгое время ждали, чтобы могли присутствовать и болеть за своих ребят. Ребят, вам огромное спасибо. Матчевая встреча предшествовали финалы юниорского первенства России. И здесь хозяева ковра выступили лучше других. В копилке местных вольников – 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов и Магмед Расул Магомедов. Телеканал ННТ. Каспийск. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте, а также на Яндекс.Цен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин